Ребята, всем привет. Собрались мы опять на мотоцикле. Саш, привет всем. Смотрите, погода у нас обманчивая. То солнышко, то пасмурно. Ну, вроде там проясняется все. Посмотрим. Короче, собрались мы на мотоцикле ехать, немножко покататься, забираем вас с собой. Что будет интересно, обязательно покажем. Я сама не знаю, куда мы едем. Саша говорит, собирайся поехать, покажу. Вот, как вот. Так что, следите, оставайтесь с нами. Так, пойдем посмотрим речечку нашу. Речечечку. Ой, а водичка-то не чистая. Речечечка бежит. Итак, выехали мы уже. Заехали на Таночку, немножко подзаправиться. Сегодня у нас вот такие расценки на сегодняшний день. Дизель Оэро-28 и Супер Оэро-48. Так что, надо нам немножко. Бензинчику, да, Саша? Надеемся, надеемся, что погода нас сегодня не подведет. Посмотрим. Так, у нас Таночка закрыта. Надо платить карточкой. Вот такие у нас автоматы стоят. Сейчас Саша уйдет, я подойду, вам покажу. На выходные дни, на праздники, когда закрыта. Вот так рассчитываемся. Мы на бензоправке Бош. Пока Саша заправляет, я подойду, вам покажу. Видите, вот такой автомат, куда карточка суется. Задаете свой код, пин-код, и с этим вам потом выходит. Чек, насколько вы заправились. Саша, сколько нам ехать? Где-то около часа, да? Я посмотрела. Где-то около часа. Ну все, полный-полный бак. Сейчас мы заезжаем в Грюнь. Смотрите, какая капелля здесь стоит. Мы часто-часто, Саша, здесь гуляем. Пешком там есть справа такая дорожка. Фарадвек для великов и для пешеходов. И можно гулять. Иной раз тут даже пешком проходим через дорогу, через лес вот так, и возвращаемся домой. Здесь кастхаус, видите, тоже все ралады закрыты. Здесь речечка бежит. И вот по той дороге мы идем. Там, где дома будут баурские, фермерские. И до следующей деревни. Где-то от нас она километра четыре, наверное. Пешочком. Ну, часа полтора, если так в развалочку идти, часа полтора надо, да? Смотрите, какие у нас деревья. Все зеленые, зеленые. Сколько леса лежит, срубили. А вот эта дорожка, видите, справа идет вдоль дороги. Вот. Под ней мы идем и до самой той деревни. На роликах катаются люди. Сегодня и не холодно, и не жарко. Но самое главное, чтобы дождика не было. Остальное все ерунда. Копают, да. Люди копают, строят. Вот здесь вот фермеры живут. Тоже у них яйца, молоко. Все можно купить. Видите, у них какой курятник на улице. Курочки гуляют. Здесь слева находится конюшня. Я уже говорила и не раз. Здесь у них, когда заезжаешь, вот так вот оформляют. Ну, что тут цветочки не посадили? Еще. Здесь тоже гастхаус, видите, такой отель. Ну, что-то говорили, что вроде откроют и до сих пор еще закрыты. А я. В этой деревушке практически-то и ничего нет, ни магазинов, только, по-моему, одна младшая школа. И это. А так деревушка сама по себе ничего, но если куда-то надо, везде ездит. А, смотрите, с дерева здесь тоже такие поделки делают, все продают. Хаупчули есть. Средняя школа. Смотрите. А, средняя это реальшуль. Вон, цветочки у них, тюльпанчики есть. В этой деревне тоже мы часто бывали. Тоже есть такие дорожки, дорожки гномиков. У нас есть, кстати, видео на канале, очень интересное. Заходите, посмотрите. В лесу, вон там, все делают для туристов, для детей, чтобы семьями ходили и смотрели. Очень интересно. И потом мы отсюда вот выходили. Видите, там гномик стоит. Вот там по лесу ходили, гуляли. Шикарно. Это все еще тянется, эта деревушка. Видите, здесь гольф-пляц, мини-гольф-пляц. Гольфисты играют, приходят. Здесь везде отели, отели, частные домики, фермерские домики и партии-сервисы. Смотри, там тоже, когда партии готовят. Очень длинная такая деревушка. Тянется и тянется. Смотрите, какие здесь джипики стоят. А? Что-то я не заметила. Саша говорит, карета стояла для лошадей. Смотрите. Здесь тоже фирма такая. Тоже что-то строят. Видимо, еще вот эти лагеря, или как они их называют, расширяются склады. Сколько дерева у них. Обалдеть, сколько леса спилили. Ребят, смотрите, целые кипы лежат. Горы, горы, горы. Да, здесь работа кипит, видимо. Ух, какая пальма. Смотри, большая стоит. На улице. Так, сейчас мы поедем по серпантинам. Да, дороги мокрые в лесу. Ну, постараемся аккуратнее. Где вот солнышко пропадает, там дороги сухие. А где солнышко не попадает, там, конечно, мокрые. Чуть ли аж не лужи стоят. Здесь такие серпантины. О, мотоциклисты проспаются. Сейчас 11-й час. Ну, к обеду, Саша, говорит, обычно начинает вылазить. Отоспятся все. Ну, потихоньку поднимаемся. О, на платье кто-то гоняет. Такие обрывы внизу. Видите? Когда у нас уже лето начнется, а? Мы не дождемся лета. Ух ты, даже на великах ездят, видите? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотрите, какие обрывы здесь. Дома стоят кое-где. Сейчас здесь, по-моему, панорама будет, смотрите, шикарная. Да, горы парят, точно. Интересные, да, такие леса? Где зеленые деревья, светлые, где темные, пятнистые такие. С этой стороны тоже вон, такие обрывы, тоже панорама. Ну, дорожки там есть. Видимо, люди гуляют, вандервают, ходят. Везде дорожки в лесу. Смотрите, вот по той дороге мы сейчас спускались. Ехали. Смотрите, вот по той дороге мы сейчас спускались. Все, сейчас сюда вот спустимся, где эти арки. Будем там проезжать под ними. Сейчас мы заезжаем в Опенал. Смотрите, какие здесь теплицы стоят. Очень много их. Интересно, что они там выращивают. Нет, высокое что-то, типа деревьев, знаешь, таких невысоких. Смотрите, здесь фермер продает тоже овощи, фрукты. Стоит такой ларек на улице, прям недалеко от дороги. Гористые места тут тоже такие. Реченшечка. Где все люди? Никого не видно. Одни мы. Сыро. На мотоцикле. На свой риск поехали. Снег, дождь. Что будет? Солнце. Не знаем. Но надеемся, что солнце. Посмотрим. Короче. Это вам несущий. Да, Саша? Да, здесь тоже какие-то предприятия везде. О, какие деревянные домики. Смотрите. О, делают с дерева. Прикольно. Такой городок. Или это, может, деревушка городского типа. Что-то типа этого. Смотрите, вилла здесь стоит, какая шикарная. Павильон. Видите? Вилла. Павильон. Павильон. Тоже стоит. Здесь у них церковь какая-то. Тоже высокая. Большая. Смотрите. Интересно. О, голубь полетел. Обогнал нас. Сейчас будем там через арку проезжать. Вот тут мне нравится вот эта ихняя центральная дорога от церкви сюда. Да? Гастхаус-зона. Тоже закрыт. Ой, улыбается нам. Улыбается. Через арку. Проехали. Смотрите, какая красота тут. Снизу. Бах такой бежит. Рычушка. А там домики стоят на горе. Вообще. Ну, ляс он субарашен спереди. Смотрите, все так затянуто. Вау, обрывы такие сумасшедшие. Смотри. Надеемся все-таки, что дождик нас. Обойдет. Хотя мы знали, что дождик обещают сегодня. Но все равно рискнули поехать на мотоцикле. Думали, сидели дома за завтраком. Поедем на машине или на мотоцикле. И что дает. Да. У нас солнышко было. И я с Сашей говорю, давай на мотоцикле поедем. Ну вот, на свой риск. Поехали. Смотрите, речушка бежит. Дороги такие. Между гор, смотрите. Красота. Люди вот так на Ачибе живут везде. Да. Ни соседей, никого, да. Везде, если куда-то надо, везде ехать надо. Или в эту сторону, или в другую сторону. Надо ехать. Ну, привыкаешь. Привыкаешь. Люди ко всему привыкают. Да. Смотрите, какие здесь, типа, лужицы даже стояло. Сейчас проезжали. Видимо, здесь конкретный ливень прошел. Смотрите на дорогу. А я. Ну, еще сырость идет от леса. Тоже. Вау, какие обрывы. Вот так люди живут, да. Там домик, там домик. Соседи. Интересно, к чему они относятся? Это деревушка или что? У них у каждого свое название. Кто-то в огороде вон лазит. Травку полит. Ой, слава богу, у нас огорода нет. Вон пасека. Смотри, такая большая справа. Вообще. Смотрите. Здесь мы уже были гуляли. Гуляли. Такая красота. Шикарно. Можно здесь парковаться. Но в прошлый раз мы поехали. Мы сверху на горе парковались. И вниз сюда спускались. Гуляли. Здесь очень красиво. Здесь очень красиво. Очень красивые водопады. Ну, здесь очень много лестниц. Так что здесь надо ходить очень много. Вверх, вниз. У кого, конечно, с ногами проблема, тогда, конечно, тяжело будет. Ну, все равно там парковка полная стояла. Сколько машин. Сколько людей пошли гулять. Да. Мы сюда уже сколько раз приезжали. И проезжали тоже мимо. Всегда здесь полно все. Парковок толком нет пустых. Сейчас мы Алирхайлиги проехали. Хотим съездить немножко подальше. Погулять. Ну, а на обратном пути вернемся. Если не будет дождик. А если погода нам позволит. То остановимся и на Алирхайлиге сходим. Погуляем и вам покажем. Там очень красиво. Очень. Ну, а от Алирхайлиги нам где-то примерно на 6 километров ехать. Все-таки решили сначала в эту сторону съездить. А потом вернемся. Что-то капец полный. Здесь такая дорога. Такие серпантины. Вау! На солнышко выехали, Саша. Ура! Субтитры подогнал «Симон»